В студии Арина Смолякова. Здравствуйте. В начале программы о событиях московского образования. Подведены итоги одной из номинаций профессионального конкурса педагогического мастерства «Педагог года Москва-2012». Номинация называется «Сердце, отданное детям». О духовном состоянии общества можно судить по его отношению к детям, старикам и больным. Если нас обошла беда, то чаще всего мы остаемся глухими к чужим несчастьям. Мало одного сочувствия детям с ограниченными возможностями здоровья. Им нужно активное участие здорового общества в их судьбе. Московский городской конкурс профессионального мастерства и общественного признания «Сердце, отданное детям» знакомит с удивительными людьми, школьными учителями и воспитателями, связавшими свою жизнь с детьми, которым для обучения нужны не только особые методики и приемы, но прежде всего огромная любовь и поддержка педагога. Ведь они все проделали огромный и тяжелый путь, чтобы выйти сюда, на эту сцену перед вами, и попасть в этот суперфинал. Дети у меня особые. Это дети со сложной структурой дефекта. Они у меня не речевые, многое не понимают, но я их люблю, я с ними работаю, и они меня очень любят, я это знаю. Номинация «Сердце, отданное детям» – одна из самых сложных в этом конкурсе. В ней свое мастерство демонстрируют педагоги, которые не просто обучают детей с патологиями, они являются поддержкой и опорой для родителей таких детей. Оператором номинации является Московский городской психолого-педагогический университет, и мы организуем, институт организует этот конкурс, и будет всего в городском конкурсе всего 9 победителей, потому что 9 таких номинаций проводит нынче Москва, и Московский конкурс профессионального мастерства и общественного признания. Моя главная задача, как учителя-логопеда, научить этих детей говорить так, чтобы их понимали окружающие, и они понимали их. Говоря профессиональным языком, формировать коммуникативную функцию речи этих детей. Это самая главная задача нашей школы, потому что от того, насколько у ребенка будет сформирована речь, зависит, как он войдет во взрослую жизнь, как примет его общество. Педагоги на примере показали, как работают их проекты. Ученики лауреатов выступили на сцене, пели, танцевали и читали стихи. И еще об одном конкурсе, на который представили свои творческие работы московские школьники. Фестиваль «Юные таланты Московии» существует уже более 10 лет. В нем участвуют школьники, проявившие себя в различных областях живописи, театральном искусстве, литературе. А недавно появился новый жанр – исследовательская деятельность. Здесь ребята представили более 200 исследовательских работ гуманитарного и естественно-научного направления. Конкурс проходил в виде стендовой сессии. Участники знакомили экспертов с результатами своих научных изысканий. Сегодня образование получают не только молодые люди. Все чаще возникает такая ситуация, когда взрослый человек, уже много лет отработавший в какой-то области, начинает понимать, что его знаний, полученных много лет назад, уже не хватает, и что он должен получить дополнительное образование или вовсе поменять свою сферу деятельности и начать свою карьеру в какой-то совершенно другой области. Об этом мы сегодня будем говорить в нашей программе. Сегодня мы беседуем с заведующей лабораторией внутрифирменной подготовки и дополнительного профессионального образования НИИ развития профессионального образования Елены Анатольевны Царьковой. Елена Анатольевна, ну первый вопрос, почему взрослые люди хотят снова получить образование? Ну, это настолько актуально, что представить сегодня современного человека, который постоянно не занимается самообразованием, не занимается развитием своих профессиональных качеств, наверное, уже невозможно. Потому что, наверное, атрибут современного человека, профессионала, прежде всего, это его постоянная работа над собой во всех направлениях и, прежде всего, конечно, в профессиональном, его в профессиональной деятельности. Елена Анатольевна, в каком возрасте чаще всего люди приходят к выводу, что им нужно получить профессиональное образование? Наверное, начиная с момента получения первого образования, по окончании обучения и получения некоторого практического опыта работы, уже каждый приходит к выводу, что ту или иную сферу своей деятельности необходимо доводить до того уровня требований, которые предъявляются к этой деятельности. И все чаще мы замечаем, что возраст тех, кто приходит на обучение, на повышение квалификации, переподготовку, он возрастает. То есть третий возраст, так называемый, когда лица старше 50-60 лет начинают обращаться за получением знаний, умений, навыков, это уже не редкость. И образовательные учреждения с этим стали сталкиваться. В связи с чем возникает необходимость обучения, соответственно, персонала педагогического в работе со взрослым населением, с лицами третьего возраста. А почему люди так называемого третьего возраста, то есть в возрасте 50-60 лет, сегодня хотят получать образование? Всегда считалось, что в этом возрасте они должны выходить на пенсию, и, в общем-то, жизнь заканчивается. А сейчас они хотят учиться. Я думаю, что это, наоборот, связано с тем, что после выхода на пенсию открываются такие возможности у человека. Он перестает быть привязан к конкретному рабочему месту. Он может, во-первых, для себя найти какое-то развитие в интересующей сфере деятельности. Ну и, конечно, безусловно, если это человек работающий, то риск потери работы в этом возрасте, конечно, значительно возрастает. В Московском государственном педагогическом институте успешно учится студентка Валерия Аникина. Недавно она отметила свой юбилей – 70 лет. Сейчас трудно кого-то удивить, а это еще и пример достойного уважения. Валерия всю жизнь посвятила воспитанию детей. Она работает заведующей в столичном детском саду. Валерия плодотворно применяет новые методики на практике и обобщает их с огромным опытом. Поэтому сад и является образцовым. Какие у нас сегодня уроки? Здравствуйте! Здравствуйте! Прошли поздно занятия. Прошли годы! Прошли годы! У нас сегодня методика развития детского изобразительного творчества наша любимая Жанна Владимировна. Опыт колоссальный, более 30 лет, и общение с детьми, и с коллективом, и с начальством. Конечно, мы у нее учимся, конечно, это наша палочка-выручалочка прежде всего. Мы ей очень благодарны, что она попала именно к нам в группу. И вообще побольше нам таких студенток. Учиться никогда не поздно. На вступительных экзаменах преподаватели-абитуриенты посматривали на Валерию настороженно, и она чувствовала себя немного скована. Но уже через пару занятий все поняли, что Валерия такая же студентка, как и все. Может и не знать чего-то, подглядеть, и сама поделиться весомым опытом. Только вот шпаргалками не умеет пользоваться. Сокурсники зовут ее Лерочкой, и между ними сложились добрые, хорошие отношения. Преподаватели скидку на возраст не дают, да и Валерии это ни к чему. Выбор каждого человека – это, в общем, дело святое. Так что, если она решила учиться, это всегда хорошо. Тем более, что она, в общем-то, у нас не единственная. До нее были девушки, и, я думаю, после нее придут. И она, так сказать, заставит людей задуматься о том, что ее возраст – это не предел для того, чтобы учиться. Поэтому мы к ней относимся всегда очень, так сказать, доброжелательно, тем более, что она человек очень живой. Вы видите, по ее внешности вообще не скажешь, сколько ей лет. Это всегда очень приятно. Валерия Владимировна исполнила 70 лет. У нас в опыте нашего выпуска, нашего факультета, были примеры, когда в год выпуска тоже двум заведующим. Одно исполнилось 60, другое 65 лет. Валерия – большой оптимист. Чуть-чуть изменила распорядок дня и никого не обделяет вниманием. Ни мужа, ни детей, ни внуков. Ей нравится преодолевать трудности. Она чувствует себя удовлетворенной. Не любит жаловаться и перекладывать проблемы на других. Знаний все равно всегда мало и недостаточно. Естественно, надо их усовершенствовать и пополнять. Это раз. А во-вторых, понимаете, сейчас у нас очень много новых требований, очень много новых методик и все это прочее. Естественно, требуется дополнительное знание. И потом еще я пошла из-за того, что девочки у меня как бы, ну, боялись идти учиться, тоже говорили, что они старые, там, ну, им где-то от 30 до 45. И я тогда решила своим личным примером показать, что старость – это не помеха. У многих людей есть стремление, но вот эта зажатость, стеснительность, понимаете, как бы не позволяет, ну, вот пальцем показывать или чего-то там, вот, то не надо отбросить все это и идти, если есть желание, идти учиться. Часто ли так случается, что человек, который уже давно работал в какой-то области, вдруг решает поменять свою сферу деятельности и начать с нуля работать где-то совершенно в другой области? Да, это очень частые примеры, распространенные примеры. Тем более, что очень многие получали первое свое образование еще, скажем, 20 лет назад, когда это было абсолютно иное государство, и эти сферы деятельности активно развивались, да, это, безусловно, развитие производственных процессов, это активное развитие там, сфер, которые сейчас ушли на второй план, на первый план выходит сфера обслуживания, например, да, это связь, это коммуникация, это информатизация. В связи с этим приходится переориентироваться и приходится получать второе образование, абсолютно может быть и не связанное с первым. Тем более, если мы говорим о столичном, о мегаполисе, о столице, то здесь приоритетами становятся такие сферы деятельности, как строительство, как технологии общественного питания, как индустрии красоты и так далее. То есть люди приходят получать те квалификации или переподготавливаться в том направлении, которое наверняка будет востребовано и принесет доход, потому что все мы, конечно, хотим хорошо жить сегодня и обеспечивать свои семьи. То есть взрослые люди нуждаются в том, чтобы их образование было практическое, чтобы они могли его сразу применить в своей работе? Конечно. Дело в том, что именно колледж, имея вот такую материально-техническую базу, имея базу практики, имея персонал, мастеров производственного обучения, которые знают именно практическую составляющую вопроса, именно вот колледж может дать это качество образования, где практическая сторона, она преобладает над теоретической. В отличие от тех программ переподготовки и повышения квалификации кадров на базе высшего образования, которые, конечно, более теоретизированы. Непрерывное образование зачастую длиною в жизнь перестало быть чем-то необычным. Дополнительное обучение сегодня не прихоть и не экзотика, а скорее необходимость. Колледж Царицына дает второе дополнительное образование тем, кто хочет поменять профессию, найти новую интересную работу или даже открыть свое дело. Взрослые люди, часто уже имеющие образование, приходят сюда, чтобы получить специальность в туристко-гостиничном сервисе или индустрии питания. Какое же образование должны иметь лица, обратившиеся на программу дополнительного профессионального образования? Это, как минимум, среднее, общее, школьное. Бывает так, что к нам приходят люди в возрасте, не получив никакого образования, но уже работают в какой-то отрасли. И если их деятельность связана с гостиничной или ресторанной, индустрией, мы можем здесь им помочь своей навыке укрепить именно идеологической основой, теоретической базой, собственно, в этой документе государственного образца. На практике это лица все-таки около 30 лет, женщины после отпуска по уходу за ребенком, военнослужащие, которые очень рано у нас получают статус молодых пенсионеров и также находятся на рынке, как граждане, ищущие работу. Они имеют высшее образование, как мы уже видим, это может быть и академия, это может быть и юридическое образование, и строительное образование. К нам приходят экономисты, юристы, менеджеры, маркетологи, и в какую же профессию они приходят. А вот колледж готовит и проводит профпереподготовку поваров, кондитеров, барменов, метродотелей, менеджеров, специалистов по обслуживанию гостиничного фонда. Это партии, администраторы, это различные службы отеля. То есть по всем вот этим специальностям у нас предусмотрены краткосрочные программы. В колледже не только учат, но и обеспечивают практикой своих студентов. Повыше шейкер, бери, но не так высоко, чтобы не пролезть. Наши слушатели проходят стажировку на реальных предприятиях. У колледжа заключены договоры, с ведущими предприятиями отрасли, ресторанами, отелями города Москвы. И по статистике на сегодняшний день выпускники наших курсов дополнительно профессионального образования, 86% из них находят работу в течение первого года после окончания обучения. Сейчас все чаще требуются работники не узкой специальности, а люди, практически умеющие все на свете. Сегодня ситуация на рынке труда такова, что работодателю нужен профессионал-универсал. который обладает целым диапазоном функционала и профессиональных компетенций. И вот образование через всю жизнь и дополнительное профессиональное образование сегодня более чем актуально. Среди студентов колледжа люди самые разные и по уровню образования, и по социальному положению. Я бы даже сказала, что это дополнительное образование. Лингвест. Вам нравится то, что вы делаете здесь? Да, мне очень интересно. У меня первого образования нет, я хочу получить именно эту профессию, в дальнейшем тоже открыть свое дело и тоже так же изучаю с нуля, чтобы все знать. Иногда люди решают коренным образом изменить сферу деятельности. И зачастую оказывается, что эти перемены помогают человеку найти себя, свое истинное призвание. Мне 28 лет, я закончила институт истории и культур по профессии культуролог, и также еще училась в аспирантуре. Я не думаю, что я меняю профессию, потому что мое образование культурологическое, оно для меня базовое, определяющее, и получая его, я просто поняла, что культура и мир человека, он очень велик и огромен, и мне всегда очень нравились прикладные искусства. И помимо теории и прочего, я еще занимаюсь художественной куклой, это связано с работой руками. И, собственно, работа руками может быть разной, и мне интересно стало узнать, что такое кондитерское искусство. И этот интерес меня привел сюда. Мы сейчас живем тоже в такой век, когда уже невозможно какую-то специализацию узкую иметь, и только в нее упереться и идти. То есть молодые люди все должны быть как бы, мне кажется, мобильными, динамичными, развиваться в разных направлениях. А взаимодействуют ли колледжи с работодателями? То есть есть ли у человека, который поступил учиться, некая гарантия, что он найдет работу, когда закончит колледж? Одна из главных целей деятельности колледжа это, в принципе, поддержка своих выпускников, какого бы возрастного ценза они не были. Это относится и к тем, кто приходит обучаться на основные профессиональные образовательные программы. И точно так же это, конечно, и ориентировано на население, на тех, кто приходит повышать квалификацию и переподготавливаться. Колледж располагает и большой сетью социальных партнеров, и базами практик, куда могут направить на практическое освоение каких-то приемов работы, и где обучающий зарекомендует себя и уже его могут взять на работу. Колледж прилагает все усилия, чтобы трудоустроить своих выпускников. Какие программы существуют для дополнительного профессионального образования взрослых людей? В Москве реализуется широкий спектр программ. Наверное, невозможно придумать ту сферу деятельности, где наше образовательное учреждение среднего профессионального образования не предложили какие-то образовательные услуги. По некоторым данным, можно сказать, что за прошедший год, за учебный год, колледжами были предоставлены возможности обучения по 178 профессиям в рамках профессиональной подготовки, то есть это первичное обладение профессиональными навыками. Программ повышения квалификации намного больше, то есть самих программ повышения квалификации, это больше 400 программ. Очень активно развивается индустрия общественного питания. В этом колледже, в котором мы сегодня находимся, можно, конечно, познакомиться с теми возможностями, с теми профессиями, которые существуют, и с программой повышения квалификации в этой области. Кроме этого, активно развивается сфера строительства. в строительной области, в строительной сфере реализует 41 программа, это только по строительству. Есть программы нейтральные, которые вообще не привязаны к текущему моменту времени, они вне времени, они всегда будут востребованы. Например, такие программы, как электросварщик, или программа слесаря по ремонту автомобилей. Эти программы, штукатур, маляр, они всегда будут в области строительства, они всегда будут востребованы и на них всегда будут приходить обучаться. Но, безусловно, что сфера услуг, это парикмахеры, это маникюр, это косметологи, тоже сегодня активно развивается. И на эти программы всегда будет набор и всегда будет свой контингент приходить обучаться. Елена Анатольевна, а какие документы люди получают по окончании дополнительного образования в колледже? Образовательные учреждения, которые оказывают дополнительные образовательные услуги, по итогам обучения не могут выдавать документы государственного образца. И это зафиксировано и в федеральных документах, в том числе в федеральном законе об образовании, но, вероятнее всего, в ближайшее время будут сформированы в Министерстве образования разъяснения и доведены до всех участвующих в этом процессе организации и такие проблемы будут сняты. А существует ли какая-то информационная система, которая бы облегчила людям поиск направления дополнительного профессионального образования? Сейчас в Москве активно развиваются те направления, которые связаны с созданием единого информационного пространства в области дополнительного профессионального образования. И, в частности, нашим институтом предпринята попытка создания портала дополнительного профессионального образования в Москве, который называется МОЗДПО. Через этот портал любому желающему можно найти интересующую программу на базе любого колледжа. Там очень простая поисковая система, удобный интерфейс. Поэтому я считаю, что это одно из тех средств, которые позволят совместить, синхронизировать интересы тех, кто хочет найти интересующую программу, и образовательных учреждений, которые имеют возможность обеспечить обучение по этой программе. Спасибо, Елена Анатольевна. И в заключении нашей программы хочу представить нашу новую рубрику «Учитель». В этой рубрике мы будем рассказывать о педагогах и преподавателях, которые нашли новый нестандартный подход к обучению. В нашем сюжете мы расскажем о педагоге дополнительного образования школы номер 2006 Ольге Николаевне Нацвиной. Все дети меня ассоциируют прежде всего с учителем по флейточке, хотя это не совсем так, поскольку я преподаю музыку. Согласитесь, что научить детей играть на инструменте, не развивая музыкально-слуховых представлений, не развивая их способности, музыкально-необразовывая, просто невозможно. Поэтому мной были написаны методики, и дети прошли этот путь. «Ритмы в картинках», «Ритмы в картинках», «35 уроков про незнайку», если вы помните, мои хорошие. Это и творческий альбом для детей в гостях у скрипичного ключа, где детки узнавали о свойствах музыкального звука через прекрасный цветок музыкального, через прекрасный образ музыкального цветка. Для наших детей композиторы не так часто пишут хорошую, качественную музыку. А вот исполнять классиков, как сейчас дети, фанатом которым я являюсь, не всегда удается в силу сложности репертуара. И тогда я стала искать инструмент, на котором бы мои дети могли сыграть музыку Баха, музыку Рахманинова, Северидова, Чайковского, Альбинони. Однажды в Германии я услышала звуки блокфлейточки, и навсегда осталась очарована этим инструментом. После того, как я стала заниматься флейтой, мне захотелось придумать необычную методику, чтобы это было не как в музыкальной школе, когда ты преподаешь одному ребенку, а чтобы эта деятельность, исполнительское искусство, стало массовым и было доступно каждому ребенку. Моей целью было влюбить детей в этот инструмент, потому что не любя, не откликаясь душой, невозможно ничему научиться. То есть научить нельзя, можно только научиться. На этом наша программа заканчивается. Хочу напомнить, что мы сегодня беседовали о профессиональном образовании и переподготовке для взрослых людей. С вами была Арина Смолякова. До свидания. Всего вам доброго.